Привет друзья! Сегодня мы продолжим тему ролевых игр на местности на примере игры Солнце над Ораратом. В предыдущем ролике на эту тематику я рассказывал про игру, на которой участвовало более тысячи игроков, Железный Трон. В этот раз мы рассмотрим игру, на которой игроков было меньше сотни. Казалось бы, а зачем делать такие маленькие игры, если можно сделать большие? Вот на этот вопрос я и хочу ответить. Солнце над Ораратом это игра про античную историю 69 года до нашей эры. И как понятно из названия, игра посвящена расцвету армянской державы и ее борьбы против Рима. Вряд ли кто вспомнит из курсов школьной истории, что более двух тысяч лет назад Армения процветала и с ней считалась даже Римская империя. В наши дни это почти позабытая история, интересна немногим и как правило людям уже получившим образование. Соответственно тема игры достаточно серьезна и следовательно игроки на подобных играх, как правило уже пересекли черту 30-летнего возраста. Мало игроков не значит плохо и сейчас я вам это докажу. Маленькие игры проходят в более комфортных условиях полигона, ведь достаточно арендовать пансионат, либо же бывшую военную базу, как в нашем случае. Качество подготовки и проработки персонажей намного выше, чем на крупных, по понятным причинам. Мастерам проще работать индивидуально с каждым участником. Количество событий вокруг каждого игрока больше, ведь основной сюжет игры затрагивает практически каждого персонажа. В общем наглядно вы сами сейчас все увидите. Как заведено, игра начинается с парада, где мастерская группа напоминает всем правила и представляет персонажей. Бывает так, что во время игры начинает идти дождь. Но это не повод, чтобы не играть. Вот мы в своем игровом думе приняли армянского купца, который хочет приобрести у нас стратегические ресурсы. Как это было, предлагаю вам взглянуть самим. Вы же меня грабите в конце-то концов. Вы понимаете сколько? Мы их же чистым зерном кормим просто, мы их пивом поим. Так я тоже буду их кормить чистым зерном и поить пивом. Я же потом у вас буду закупать зерно и пиво. Мне же нужно будет на что-то это закупать. Но нам же на что-то нужно зерно и пиво выращивать. Для действующих, конечно. Ну у вас же и так много зерна и вы варите из него пиво. А я буду у вас это еще и покупать. Вот ты не урожайный. Понимаете? Вам видны уродукты. Приходится докупать зерно на стороне. Хорошо, мы можем в принципе немножко пойти навстречу нашему лучшему гостю. 14 золотых за 15 коней. 23. Это лучшее предложение. Нет, это не лучшее предложение. Поверьте мне, вы еще не видели этих коней. Может быть, вам стоит посмотреть. Наши парфянские кони лучше любят коней. Лучший, лучший конь, понимаете? Его хоть под царя, вот понимаете? Его даже в плуг нельзя, это оскорбление для коня. Знаете, у нас недавно кобыла приплод принесла. Вот точно такой же, только рыжий. Так в том-то и весь смысл. Наши-то все вороны. Вороны и наоборот, на солнце жарко. В коню жарко на солнце. Если в мыле будет. Вы без ножа режете. Так в мыле, так это означает, что конь горячий. Он всадника слушается. 15 коней за 14 золотых. Они же детей могут носить на спине, как понимаете, хрустальных. Ну, госпожа Карен, не убивайте меня. Меня дядюшка зарежет просто дома, если я приведу ему 15 коней за 23 золотых. Дядюшка будет против, приходите к нам. Лучших коней, достойных самого царя-царя Тиграна, всего-то за 22 золотых. 14,5. Это вообще еще про 15 коней? Да. Да что ж такое вы говорите? Да ну это уже не может быть просто. Или мы можем про 10? Нет, мы про 15. Может, вы возьмите 10, да? Мы про 15. Если 15 коней, то 20 золотых. 14,5. 20 золотых, понимаете? Этих коней просто. Мы готовы вам продать. Вы их поведете, и Тигранокерка упадет от восторга. Мы готовы вам продать за 14 золотых коней, ну, скажем, 10, да? За 14 золотых? 10 коней. На 40 процентов. Ну что вы, на 40 процентов. Лучшие кони, понимаете? Лучшие. Нам, вы только, ни одного из этих коней, мы даже думали отдать фрааку под тегло. Но для вас, для вас, мы его, мы его вам. Чтобы ваша девочка с приданным пошла. Чтобы муж на нее посмотрел и сказал, Вахме, какие кони, какая жена, какое хорошее семейство. Как я рад, что познакомился и повродился с ними. Жених, приданное которому это пойдет, пойдут эти кони, не отличает коня от кобылы. Что ему, что этот конь для фраата? Ему даже объяснять это толком нельзя. Господин, что ли, а вы ему свою девушку в голову отдаете? Здесь династический, брат. Но он это очень воинственный. Я и понимаю, если коня от кобылы не отличает, а он там бы мальчика от девочки отличает? Это да, это мы его научили. То есть показали уже? Да. Бала богам. Храм Астхик знает свое дело. С вами общаться никого больше не надо. Дело в том, что все другие придут и вы устроите аукцион. И вы будете продавать своих коней за пять золотых за каждого. К вам деньги рекой потекут. Я же вам такую рекламу сделаю. Зачем мне пять золотых за коня? Акора Майзи это не угодно. Пять золотых нечестная цена. То есть выше золотого честная? Конечно. И как я вижу, мы договорились. Четырнадцать с половиной за пятнадцать коней. Правильно. Нет, простите. Это невежливо. Мы идем на уступки. Вы не идете на уступки. Я тоже шел на уступки. Я начал с тринадцати. Это не такие уступки. Мы сбавляем больше. Я думал, что мы уже договорились на девятнадцати. Еще нет. Еще нет во-первых. Так горячо торгуясь, мы провели около сорока минут, а затем выдвинулись на повозки в Армению. Закрыться? По-моему, да. А эти все снимают. У них неприторные летописицы. Надо еще качаться при этом. Да, да, да. О, моя спина. Слушайте, какие мухабы. У меня спина болит. Потише-то нельзя. Эй, извозчик, не дрова везешь? Ну, нормально. Еще к выйдем поснимай. Да. Бабушка, старая бабушка, тяжело. По пути наш экипаж стал, и нам пришлось ночевать в очень странном доме, у которого была не менее странная хозяйка, которая все норовила нам задать загадки. Но почему-то после ее гостеприимства у некоторых участников нашего маршрута на время пропало зрение и даже до речи. Горячего питья. Если можно. Благодарствуем. Чай у меня особый. Фруктовый. Едайте. Ох, да сколько вас, да какие все разные. Откуда путь-то держится? Из далекой стало быть парфи. Ну, можно не такой далекой. Можно не такой далекой. Перевал, вот буквально один перевал между странами. А как тяжело ехать. Мои-то горы как занесло. Почитая, сто лет никогда гостей-то не было. Ну, погода. Извозчик сказал, что не можем мы преодолеть перевал, что ехать дальше мы не сможем. Не, ну по такой погоде он бы не проехал. Да, да. Вот пришлось вас беспокоить хозяйка. Вы простите за беспокойство. Дом у меня давно жаловался, что не слышал он истории красивых. А вот вы мне сейчас отвезаете и расскажете, какая жизнь была у этого человека. Ты-то мне? Да, говорю хозяйка. А что это? Эта вода символизирует жизнь человека. Расскажи, какая она. Как он жил, какой он был. Попробуй. Она может помешать. Какой он был? Мне говорится, это был честный пахарь. Было у него хозяйство, они богатые, но достойные, поскольку человеком будет хороший и только любимый. Были у него пара лошадей землю пахать, была у него жена да дети. Вот не знаю, сыновья или дочки. Но все они жили очень дружно. Потому что сумел он их воспитать как хороших людей в уважении к богам, в дружелюбии к остальным людям, в трудолюбии и в жизнерадостности. Никогда они ни на что не жаловались. Работали они много, честно, хоть и трудно им очень приходилось. Иногда так совсем тяжело. Но были они хорошими людьми и другие люди не отказывали им помощи, когда у них было тяжелое время. Мне кажется, что хорошие люди получают хорошие. Так. Ну что же. Слетают уже. Так, с реставрами и ночью прошло. Ого. Да. Может, все несколько переделки остановить, чтобы зашелся к врачу. Наконец, мы привыли во дворец царя Армении, чтобы сообщить ему важные политические вести. Мы идем к Наташекам? Да. Идем, дорогая. Боюсь, меня туда не пустят. Тогда лучше возьми меня туда не пустят. Отсюда. После чего прибыли в гости в дом к нашим родственникам. А сейчас мы можем лицезреть боевку на этой игре. Чтобы вы понимали, боевая система была как стратегическая и осуществляла с помощью глобальной карты и передвижением на ней войск, так и фактическая. То есть, перед каждой битвой собирались до трех бойцов от сторон, и победившая сторона получала бонус на стратегической карте. Стой! 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 Ну и конечно как все споры улажены и войны закончены, в мир приходит время свадеб. Вот такой ролик получился. К сожалению мы не смогли снять все интересные игровые моменты, ведь сами активно играли. Одно могу сказать, что порой маленькие игры оставляют количество положительных ощущений намного больше, чем большие. И солнце над Араратом как раз один из таких примеров.